Куда пойти лечиться и что эффективнее таблетки из аптеки или снадобья от знахаря? В Армении целители буквально теснят дипломированных врачей. Врачевание в республике в общем-то вне закона. За это можно даже угодить в тюрьму и надолго. Однако народных лекарей это не останавливает. В чем же их сила и почему профессиональные медики называют их шарлатанами? Наш корреспондент Ирина Макарчан о медицине с риском для жизни. Этот неприглядный строительный домик на окраине Гюмри стал последним островком надежды для тысяч людей, которые приезжают сюда со всех уголков Армении и даже из-за рубежа. В летнее время года вереница машин выстраивается аж до самого города. Люди искренне верят, что целитель АВО излечит их от всех болезней. Массовое врачевание начинается ровно в 12.30. Продолжается весь день, пока не потемнеет. В промерзшем вагончике нет отопления и элементарных условий. Но многочисленных пациентов это нисколько не смущает. Они пришли сюда лечиться, лишь бы нашлось место на скамейке. Мы приехали с Сахалина за тысячи километров. АВО вылечил нашу дочь от гинекологического заболевания. Теперь у нее все хорошо. Вот и мы с мужем приехали сюда. Верим, что и нас вылечит. Сжатый в руке железный крест и прикладывание рук к голове больного. Вот тебе и диагностика, и исцеление. Все как один, говорят одно и то же. Сначала по телу проходит холод, потом жар, потом чувствуется слабость. Сам целитель называют это обычным врачеванием. Я открываю организм как книгу и направляю те силы, которые помогают именно ему. У целителя, который сейчас в возрасте Христа, неоконченное среднее образование. Работал керамистом, а шесть лет назад было ему видение. Лежал дома, как обычно, и вдруг почувствовал, что кто-то со мной общается физически. 15 дней я промучился был между жизнью и смертью, а потом мне привиделся Иисус Христос и сказал, что я буду исцелять людей. Они два месяца работали надо мной, чтобы я выдерживал эти нагрузки. Сам АВУ говорит, что ему по силам вылечить любую болезнь, кроме, пожалуй, последней стадии рака. В силе целительства Клара Саркисян, которая приехала из Сочи, убедилась на примере своей дочери. У девушки рассеянный склероз. Лечить девушку отказались даже в Израиле. Но Клара уверяет, что после одного курса УАВО мозг дочери восстановился на 75%. Удивились даже дипломированные и врачи. Проблемы со здоровьем были и у самой Клары. У меня руки вот так вот сжимались, вот столько дальше не сжимались. А я еще руками шью и вообще не могла шить. У меня ужасные боли были страшные. Я не могла ни руки, ни ноги не повернуть. Сейчас, вот после двух поездок, я ноги вообще у меня восстановились очень хорошо. Я себя чувствую, так я с кровати не могла встать. Мука, свежее яйцо и измельченные корни растений – вот и весь состав чудо-мази, которую использует знахарь Костаправ Арцрун Вартанян. Слесарь по специальности, он не знает анатомию человека и медицинские термины. Говорит, это не важно. Самое главное – гены, которые передаются в их семье по мужской линии. Пальцы все чувствуют, перелом это или вывих. Этому не учат, в крови должно быть. Ко мне приходят известные люди, даже из Ирана привозят больных. Нередко после моего лечения делают рентген и убеждаются в том, что я все сделал правильно. А вот это уже очередь больных в республиканском центре боли. Многие из этих людей побывали в руках шарлатанов. Есть у нас такое в народе. Сначала идут к знахарям, а потом уже к нам. От знахара-котелителей люди идут к арену-галояну, жалуются на повреждения позвоночника и даже переломы. Знахари нажимают на позвоночник до тех пор, пока не услышат хруст. Им кажется, что они вправили кость на место. На самом деле это может быть перелом. Этим они могут ослабить костную систему или спровоцировать различные нарушения. Марина – классическая жертва врачевания. Немного болела спина, обратилась к целительнице. Но горе знахарка чуть не сделала и женщина-инвалида. Марина теперь об этом старается забыть, как о страшном сне. Лицо просит не показывать. Поехали в Ехвард. Вроде бабка нормальная такая сознательная женщина. Уложила, перетянула и как дернет. Ну после этого даже не следует говорить о том, что меня практически лежа и повели сразу оттуда ко врачу. Чтобы заниматься альтернативной медициной, нужна лицензия. Чего не скажешь о целителях из народа. По сути, они правонарушители. А за врачевание, что называется с тяжелыми последствиями, и вовсе можно угодить в тюрьму. Нанес тяжелую травму за решетку на 10 лет. Лекарей, как, впрочем, и пациентов, это, похоже, не останавливает. Объявления вроде «сниму порчу, избавлю от головной боли, вылечу от бесплодия» найти можно и в интернете, и в газетах. Ирина Макарчан, Хованес Калджан и Минавакян. Вместе из Армении.